Конституционный суд Республики Татарстан в составе председателя Хуснудинова. Этот суд для Марии Викторовой далеко не первый. Началось все в 2010-м. Виноваты, я считаю, районные администрации. Они их не обучали, не спрашивали, не говорили. О том, что ее отцу, участнику Великой Отечественной, положена квартира от государства, они узнали слишком поздно, говорит Мария Викторовна. В семье в законах никто не разбирался. Представители соцзащиты пришли к ним только в 2010-м и помогли ее маме, 92-летней вдове, написать заявление на квартиру. Отца к тому времени уже не было в живых. Мама умерла на следующий день после того, как федеральные средства на жилье пришли в республику. Из списка ее исключили. Дочь ветерана посчитала это нарушением закона. Не справедливо, конечно. Они заслуживают. До Берлина дошли. 19 лет было ему. Слепой остался человек. Суд Вахитовского района Казани, Верховный, Кассационный в Москве, в Иске ей отказали. Сегодня Конституционный суд республики также вынес решение не в ее пользу. В случае смерти нуждающихся в жилье они лишаются этого статуса. Это прописано в положении Кабинета министров Татарстана и признано соответствующим Конституцией. Признать абзац 2 пункта 14 положения о предоставлении субсидий на приобретение жилья за счет субвенции в соответствующем Конституции Республики Татарстан. Мне 63 года, я буду бороться еще. Я должна доказать, что они заслужили оба, и мама, и отец. Подобных судебных дел в республике еще не было. Но, возможно, это не конец истории. Сегодняшним решением Конституционного суда Мария Викторова категорически не согласна и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Юлия Гоглева, Ленар Хузя Ахметов, ТНВ, Казань.